Всем привет, мои хорошие! Начинаем с вами новый влог. Я, как всегда, вложила Лерочку спать и начинаю уборку сегодня в ванной. Сейчас я свою ванну и раковину всегда только мою лимонной кислотой. Лимонная кислота у меня хранится здесь в коробочке из-под кофе. Она у меня пустует. Сколько бы я средств ни пробовала, ничто так хорошо не помогает от налета. Очень хорошо краны чистятся. Постоянно остается вода в ванной, потому что мы насухо никогда не вытираем. Постоянно ручки Лерочки моем и постоянно там стоит вода. Мы сходим в душ, у нас постоянно мокрый кран, там остается налет, потому что нет такой привычки у кого-то протирать постоянно кран. Ну и на это уйдет просто полжизни. А лимонной кислотой я мою где-то раз в 4 дня, бывает раз в неделю. А так просто стараюсь самое основное протирать тряпочкой. Лимонная кислота просто идеально справляется. Я сразу же заказываю по 1 кг на Валберис. Очень выгодно. Ну и также это не такой химозный продукт, как разные силиты и так далее. Так что напишите в комментариях, чем вы избавляетесь от налета. Я, кстати, очень полюбила белые краны, потому что их не нужно протирать после каждого применения. Вообще никогда не протирали, вот когда на кухню купили, когда ванную купили. Просто моешь и все, не нужно до блеска натирать как хромированные. Также мне нужно все найти время, чтобы помыть мою стиральную машинку, прогнать тоже с лимонной кислотой, помыть хорошо лоток, потому что все в налете. С унитазом, конечно, нет проблем, там просто средства залил, протер и все. Конечно, у меня была такая полоса от ржавчины. Я убрала саму ржавчину харпиком, а вот полоса все-таки осталась. Там уже сам унитаз пострадал, к сожалению. Так, давайте пока на такое все новенькое покажу вам. Это я заказывала на Казань Экспресс. Это форма 28 или 29 сантиметров, около 400 рублей стоила, плюс-минус ножик для пиццы, 99 рублей. И сестренки взяла кондитерскую насадку, там их тоже вообще очень-очень много. Я так вообще люблю Казань Экспресс. Я там еще нашла посуду Вилмакс, так что буду ее заказывать теперь. Вот, форма для выпечки и запекания. Я буду готовить пиццу там. И практически я заметила, все-все-все там мне попадается именно Симулэнд. Я там Лерочке такой плакат говорящий, Анатомия, взяла тоже Симулэнд. Чуть позже покажу. И еще хочу я с вами поделиться с нашим новеньким альбомчиком. Заказывала я его мультифото, уже не первый раз там заказываю. Только в этот раз взяла премиум в твердой обложке формата 18 на 13. Это прям долговечно, потому что ничего с такой обложечкой не случится с такой книжечкой. А у меня стиль минимализм. Там можете стили тоже разные выбирать. Я первый раз в жизни оформляла альбомчик в телефоне. Тоже это очень удобно, пока все спали. Мне нравится в минимализме, потому что здесь ничего такого лишнего нет. И спокойно можно фотографии смотреть. У меня есть с выписки, есть с нашей свадьбы альбомчики. Вот, очень удобно. Еще, кстати, от меня будет промокод на скидку 50% на вот такой альбомчик. Промокодик я оставлю здесь, вот. И всю информацию оставлю под видео в описании. По промокоду с 50% скидкой можете себе заказать такой альбомчик. Плюс еще будет 50 фотографий бесплатно. Это 10 на 15. Обычные фотографии я такие тоже беру, которые не помещаются в альбомчик. Конечно же, такой формат намного удобнее. Особенно с такой скидкой. Главное, не перепутайте, другую не берите, потому что на другую действовать уже не будет промокодик. Вот. И плюс там еще магнитик идет с 50% скидкой. Так что заказывайте. Мне прям очень нравится. Красота. Вот. Все очень легко. Мне кажется, вы точно разберетесь. Ура. Ну что, дождались мы Игоря. Он, оказывается, заходил еще в фикс прайс. Я взял туалетную бумагу сразу, фамилию. Она там самая выгодная. Бумажные салфетки. Кстати, хочу тоже в фиксе взять контейнер под них. Мешки для мусора тоже берем с завязками. Взял голени. Это будем запекать все в духовке. Вот такую приправу взял. Она была по акции. И это уже все для пиццы. Мраморный сыр. Сыр моцарелла. Никогда, кстати, его еще не брала. Гречку всегда вот такую. Чаще всего берем, потому что там 8 пакетиков шампиньоны. Тут водолазочка Лерочки с Валберес тепленькая пришла. Картошку. А сейчас будем начинать готовить нашу первую пиццу на нашей новой форме. До этого я вам говорила, что я сама никогда не делаю дрожжевое тесто. На него ходит практически столько же денег. Много сил. Я не люблю ждать, пока тесто поднимется. У нас есть рядом с домом хлеб-завод. Там в пекарне продают тесто. Раньше там продавали по 300 грамм. Сейчас продают только 1 килограмм. Но мы сразу 1 килограмм взяли. Я вот сейчас делаю одну пиццу. И мне, кстати, на следующий день еще хватило на 2. Ну и этот килограмм стоит сколько? Рублей 50-60 у нас выходит. Краешки я, кстати, решила обрезать ножницами. Вообще так удобно, чтобы все было ровненько, аккуратненько. И мы такую пиццу всегда делали в сушилоке на работе. Тоже из рожевого теста. Такая же вся начинка. На дно моцареллы. Сверху обычный сыр. Ну, либо пармезан. Ну и, как вы учили, я протыкаю тесто вилочкой, чтобы оно не надулось. По температуре мне тоже все писали по-разному. В итоге я прочитала. И там нужна самая максимальная температура. У меня это 260 градусов. И по времени я тоже смотрю, там выходит около меньше 15 минут примерно. Дно также смазываю просто кетчупом. У меня это кетчуп хайнс итальянский. И на дно тру сыр моцарелла. Мне нравится сыр моцарелла тем, что он как бы не высыхает, а всегда остается сочным. И мне кажется, на дно это самый идеальный сыр. Или, например, если делаете пиццу маргариту, тоже будет очень вкусно. Дальше выкладываю шампиньоны. И специально купила для пиццы нарезную колбасу. Сыр копченый у меня. Ну и так как я сейчас загорелась прям пиццей, и все легко получается, я жду рецепты ваших пицц. Какие начинки кладете. Кто-то с ананасами, кто-то с курицей и так далее. Пишите, пожалуйста, ваши рецепты. Я обязательно по ним попробую. Ну и сверху просто уже посыпаем обычным сыром. У меня мраморный. Я уже заранее нагрела сразу же духовку. Хочу краешки немножко промазать маслицем, чтобы были такие более подрумяненные. И будем отправлять. Так, ну все, девчонки, я поставила на максимальную температуру, как написано в интернете. У меня конвекция, я не знаю. И поставлю на самый низ, как вы советовали. Также сделала дырочки вилкой. Блин, мухи эти. Как тоже вы советовали. Форму себе на Казаниэкспресс заказала специально. Здесь у меня два вида сыра. Это моцарелла и обычный. Моцарелла на самом низу. Здесь у меня грибочки. Нарезанная колбаса. Купила. Вообще удобно. И кетчуп итальянский. Хайнс. Все. Буду отправлять. Минут на 20-30 буду смотреть. Так, ну что, прошло где-то около 5-7 минут. Тесто все так поднялось. И, кстати, уже подрумянилось. Ничего не высохло. Так что надо готовить просто на высокой температуре, чтобы тесто прям сразу схватывалось и начинка не успела высохнуть. Я нисколько не пожалела то, что потратила, ну, почти 500 рублей на эту форму, на этот ножик. Спасибо тем, кто советовал. Очень удобно, безумно удобно. Главное держать все ингредиенты на пиццу. И получается вот 15 минут, и пицца готова. Все очень быстро. Ну что, девочки, будем уже прощаться. Не знаю, мне все равно показалось то, что серединка как будто мокроватая. Но мне, по-моему, на работе у нас то же самое всегда было. Ну, тут уже никак. Я очень мало положила томата и как бы сыра не так много. И дольше бы точно уже вся корка бы сгорела. И тесто вроде тонкое было. Не знаю, попробую еще тоньше, потому что это тесто свежее, самое, с пекарни. Прям оно надувается, пузырится такое, прям дрожжевое-дрожжевое. Завтра еще попробую сделать, когда тесто полежит в сутки в холодильнике. Попробую хорошо раскатать, прям супер тонко. Вот, и потом вам расскажу. Ну, а так на вкус вроде не ощущается, чтобы тесто прям сырое было. Может быть, это сыр так растаял. Так что, вот, советую вам купить тоже ножик. Очень удобно. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok